Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и это мой подкаст о ежедневной Хованский. Продолжайте свои шуточки по поводу того, что он через дневный, или не каждодневный, или когда Юрец не бухой, дневный. На здоровье, я только наслаждаюсь вашими комментариями, можете усраться. Хотел рассказать вам сегодня об одном интересном... Ну, как сказать, интересно, мне просто надо про что-то записать подкаст, поэтому он относительно интересный. Я сегодня пошел, закупился в ТЦехе на достаточно кругленькую сумму, хвастать не буду. Ну, в общем, типа, шел с пакетами, и как раз Андрюх меня встречал на тачке, и говорит, давай запилим тебе прикольную фотку в инстец. Типа, чтоб ты, ну, типа, как будто с пакетами закупился. Я такую фотку запилил, и меня нещадно ебут в комментариях на тему того, что я закупаюсь в дешманском кропе. Кроп это для жителей провинции такой магазин с достаточно безвкусными и некачественными футболками, которые по понятным причинам нравятся мне, потому что я любитель всего безвкусного такого. В общем, с большим удовольствием купил себе несколько вещей, и я просто не ожидал, что столкнусь с таким массированным упреком в, не знаю, отсутствии денег. При том, что рядом с этим ебаным пакетом из кропа пакет из этих ранглеров, блять, Ли и ранглер, как это, где я купил минуточку, нахуй, двое джинсов, нахуй, по 8 кусков. Как вам такое? Никто не написал Юра, клево, купил себе вранглеры, все только хуесосятся. И неужели вот мы правда живем в стране, где нужно, ну, самые дорогие пакеты выставлять наперед, на показ, на самое видное место? Неужели все-таки вот в стране такой ужасный менталитет, когда обязательно нужно вот все, что у нас есть, там самое дорогое, мы обязательно покажем на переднем плане вот это, потому что это все, что у нас есть, блять, я этого хоть убейте не пойму. Какие-то школьники, нахуй, нашли батя на часы, блять, пишут, хуйня у тебя часы, да пошел ты нахуй, мне нравятся мои, блять, часы, и нравятся, блять, футболки из кропа. Ой, Юра, это не твой уровень, блять, да, че вы нахуй несете? Богатство, оно и в том заключается, что вы можете, блять, одеваться в че хотите, покупать где хотите. Блять, только бедные люди смотрят на магазины одежды, блять, на том, где человек нахуй закупился. Ничего себе, ты, наверное, бич, потому что, блять, не работаешь, нахуй, по 5 дней, блять, в неделю, чтобы купить себе костюм, нахуй, за 40 кусков, для того, чтобы ходить на работу и, нахуй, продавать какие-нибудь страховки или телефоны. Вот ты бич, вообще, пиздец, Юра, заказал, надо же, футболку на все майки и ходит в ней, блять, полгода. Ебать, она мне нравится, она мне нравится, на ней бразерс, блять, написано, она охуенная. Я себе вторую такую же заказал, еще полгода буду ее носить. Я б, может, и купил такую в фирменном каком-нибудь дорогом магазине, но, а, меня вполне устраивает качество всем майк, и пункт б, нет фирменных магазинов, где можно, блять, купить себе футболку бразерс. Так же, как и, ну, я сильно сомневаюсь, что если я начну ходить в какие-то, типа, дорогие магазы, то буду покупать в них столько же, сколько и в дешевых. Не потому, что у меня какое-то ограниченное количество денег, а потому, что, ну, мне не нравятся эти, блять, шмотки. И, типа, я понимаю вот эту всю культуру лакоста и таких вот фирменных брендовых шмоток Фреда Перри, но я, блять, не хочу ее никак разделять. Типа, я не модный чувак в поло Фред Перри, и, блять, просто, что вижу, то и покупаю. Нравится какая-то хуйня, взял ее, и, типа, ну, мне кажется, так и надо составлять свой гардероб. Вот очки за 300 рублей. Блять, я их проебал, дед, нигде не могу найти, вот как проклятие, слишком много вам хвастался. Но, блять, самые лучшие очки, которые у меня в жизни были. Не знаю, как вам, вы, может, обвините меня в безвкусице, но мне ни одни другие очки столько счастья и радости не дарили. Похуй, что они стоят, блять, 300 рублей. Кто вообще скажет? Кто вообще скажет? Соска, которая поведется на них и влюбится в меня и решит не отсосать, она вам не поверит. А даже если и поверит, то будет уже поздно, сердечко уже бьется, его не остановить. Но, блять, вот эта вся культура, богатство на показ, она достигает своего пика, блять, в автомобилях. Вот этого я вообще понять не могу. Ну, я, кстати, на стримах собираюсь собирать на Гелендваген, поэтому частичнее я это понять могу. Но мы берем такое вполне, как мои часы, короче. Дешевенький, маленький, гелик, 1800, старенький. И собираемся отснять автошоу, чтобы, так сказать, отбить ваши затраты. Ну и наши затраты на ремонт этого ведра, блять. Гелик за 800 тысяч, это задумал, дебил, блять. Но смысл-то в чем? Люди, у которых вот даже не то, что не жить негде, нету никакого, никакой уверенности в завтрашнем дне, берут, блять, такие крутые машины. Я понимаю, что можно говорить обо всем этом абстрактно, но я, блять, реально знаю людей, которые живут с родителями, ездят на охуенно крутых точилах. Просто невъебенно. Мы сейчас говорим о каких-нибудь Лексусах, вот такой хуйне. Не об Антохе с его фардом, нет, не думайте, нет. Мы говорим о реально серьезном дерьме. И просто задумываешься, вот, ну, на какую реакцию от общества рассчитывает человек. Ну, на то, что все вокруг будут вообще просто падать на колени, падать нить перед брендом. Или то, что чуваки в Инстаграме уж точно не напишут ему, что он бич, типа, и что одевается в кропе, блять, и что там футболки некачественные, типа. Все, ты себе купил, ты теперь получаешь право максимально этим брендом зарабатывать себе, так сказать, социальную валюту. Все, ты уже с этой тачкой будешь все время фоткаться, сниматься. Но, блять, это реально вот стоит того. Типа, у тебя не было желания купить просто не ту тачку, которая общество считает лучшей, а ту тачку, которая тебе нравится. Ну, хорошо, нравится тебе Lexus, он всем нравится, я в это готов поверить. Но неужели не было вариантов попроще? Не знаю, просто что-нибудь, тачка из твоего любимого фильма, как мы, например, хотели взять Opel Mantu, блять, или, блять, да просто прикид похожий на чувака из твоего, какого-то, блять, из сериала, не знаю, который ты видел. И ты видишь эту хуйню, и ты такой, блять, я себе ее возьму. Вот я так хожу по торговым центрам. И так же я себе и тачку, собственно говоря, присмотрел. Гелик, да, я в восторге от сериалов из рук. Я всегда на стримах, мне не дадут соврать, говорил о том, что меня бесят округлые формы в машинах, вся эта сглаженность. И, типа, гелик, ну, достаточно солидно, по нему хуй определишь, там, сколько он стоит, 12 миллионов или, там, полмиллиона. Ну, если ты школьник, конечно, а не автолюбитель. Но мы же все знаем, что я один в этом мире, не школьник, все остальные, кто меня слушают, школьники, поэтому бояться мне нечего. Вот, я даже не знаю, что вам посоветовать, потому что вы все равно ко мне не прислушаетесь, скажете, старый хрен опять высосал, блядь, тему из пальца, чтобы забить, забить пустоту в эфире, и пустоту в своем творчестве, в своем таланте, в своем развитии. Но, если все-таки мой совет для вас что-то значит, то видите хуйню, которая вам нравится, покупайте. Блядь, если кто-то вам говорит купить хуйню, которая вам не нравится, не покупайте. Ну, и все, наверное, тип. Если вам утверждают, что вам вот нужно для статуса, знаете, какой-нибудь пикап-тренер, ух, как я их ненавижу, как-нибудь отдельное видео запишу про пикап-тренеров, прям, не знаю, почему меня так понесло, может быть, байгужина насмотрелся, хотя он не совсем пикап-тренер, он баб учит. В общем, что-то я опять стал отвлекаться, друзья мои, на сегодня все. С вами был Юрий Хованский, это был подкаст Ежедневный Хованский. И если, блядь, не нравятся мои темы, сука, помоги, напиши в комментах про че попиздеть. Понимаешь, нужно как бы разжечь вам не огонь, блядь, а не просто, Юра, запиши подкаст, блядь, что думаешь о конфликте, блядь, Коле Соболевой и Афоне. Блядь, что я думаю? Что, это просто, это просто, это просто, это да!